Вернемся к теме термокума. И в общем-то вопрос стоял так, как должно быть. Хотелось бы, конечно, чтобы так было. Законодательство у нас прописано, как должно быть. И разумеется, никто его не исполняет. И самое страшное, что никто не несет за это наказание. Ну как должно быть? Вот Сергей уже сказал, что как минимум должен быть индивидуальный договор. Что касается теплоэнергии. Это как минимум. Разумеется, все это игнорируется. Лично я десятки писем отправила к термокому, чтобы они со мной заключили договор. Отказы. Потом я направляла десятки писем управляющему нашим домом. Он тоже отказался. Я его смогла наказать, оштрафовать за то, что он это все проигнорировал. Что касается других посредников, которые оказывают мне услуги, тоже отказались. Тот же самый инфоком отказался со мной заключать договор. Управляющий отказался заключать договор. Термоком отказался заключать со мной договор. И на тот момент я еще, правда, не написала на ТЭЦ-2. Ну уже они сейчас слились в экстазе. Термоком и ТЭЦ. Есть у меня еще одна возможность. Но вот это же постановление 191, оно указывает. Я уже пошла по этому пути, думаю, пойду я по вашей схеме. Раз это у вас превыше Конституции, постановление правительства, которое противоречит Конституции. Превыше, значит, законов Гражданского кодекса. Это органические законы. Закон о защите прав потребителей. Еще других законов теплоэнергии. Я изучила все законодательство на тот момент, включая жилищный кодекс 83-го года. Везде требуется договор. Все остальное не имеет никакой силы. Но абсолютно игнорируется всеми ветвями власти, включая тот же самый парламент, который эти законы принимает. Правительство его игнорирует. Суды, разумеется, тоже. Тоже я это все печально. Печальный опыт у меня этот есть. Но, слава Богу, я не потеряла оптимизм. Начала относиться к этому уже с иронией. Конечно, вот это самое главное, это договор. И когда я пошла в соответствии с постановлением в 191-м, я вот нашла эту заковыку, что управляющий должен со мной, как распределитель вот этой теплоэнергии, уже со мной заключить договор на предоставление мне этой теплоэнергии. И я этот суд выиграла. Продолжу дальше, когда у меня появится. Можно один вопрос? Да, да. Кем подписано в 191-е постановление правительства? Оно 2002 года только изменения. На тот момент это, по-моему, даже дотарливо. Я не могу утверждать на память. Оно со времен царя Гороха, в него потом несколько раз носились какие-то изменения, дополнения и так далее и тому подобное. Я могу вам показать даже конкретный документ. Мы обращались конкретно в термоком и в ЖЭК, в МИДЖФЛ, где совершенно ответ термокома просто феерический. В общем, в свою очередь, в приложениях типового на холодное и горячее водоснабжение и отопление квартир, которые должен заключать услугодатель с жильцом. То есть на 2009 год термоком утверждал, что имиджи фейли должны заключать эти договора. То есть даже вот этот преснопамятный термоком... Я таких же ответов получила. 10 ответов. Что касается ответа имиджи фейли, то, ну, как бы все уже, конечно, попроще. Здесь написано так. То есть условно говоря, две организации, в которые мы отправили одно письмо, в две организации. Они сказали, вы абсолютно правы и переадресовали друг другу. То есть это чистые отписки. Вот на основании вот этих двух бумаг два суда, когда с меня пытаются взыскать какие-то деньги, которые они называют долгом за отопление, не получилось. То есть судьи просто, видя эти бумаги, впадают в ступор, в пространство. Не все, не все. Моя никуда не впала. Я согласен. Есть судьи, которые ничего вообще не боятся, ничего не знают. То есть судят, как они считают нужным. Как им Бог на душу положит. Нет, как им нет, как было им сверху приказано. Это не самостоятельно. Вы хотите сказать, что у нас есть судьи, которые судят не по закону, а по просьбе чьей-то? Не чьей-то, а есть просто указание не давать потребителям выигрывать суды по долгам. Поверьте, я хожу уже много лет и сижу и в апелляционной палате, ну там, сами знаете, вот эта аудитория огромная. И только через каждого, значит, через каждый судебный процесс по долгам, по долгам, по долгам начинаешь общаться с людьми на улице случайно. Таня не даст мне соврать, человек судился с термокомом по коммунальным долгам. Это уже у нас фактически вся страна судится именно по долгам. Вот просто провести вот этот мониторинг, а сколько тысяч людей у нас прошли судебные процессы, а некоторые заплатили и не прошли именно по долгам за коммунальные услуги. В частности, самые крупные и самые алчные это у нас термоком-поставщики именно теплоэнергии, понимаете? Этот вопрос исключен. Я точно знаю, что как бы не знаю я выигранных таких процессов. Есть отложенные. Получаются вот такие вот судебные процессы, когда истец не пришел, да, и судья закрывает, значит, судебный процесс, но этот долг, он остается висеть на человеке, и в любой момент вот эта вот свора вдруг решает, ну когда у них доходят руки до конкретного человека, решает подать на него исковое заявление, так вот свеженько, и я скажу, откуда у них этот трюк, почему этот долг, который 2000 года, 96 года, он все время считается свежим. Никто не обращал внимания на договор между управляющим там, ЧЧЛ, ассоциацией или этих же, между ним управляющим, представителем моим, это еще отдельный будет разговор, я ему не давала таких полномочий, и поставщиком теплоэнергии. Там есть один пункт, очень классный, в котором указано, что, значит, как эти долги назвать, исторические долги, они у нас ежемесячно передвигаются вперед. Вот, этот пункт там записан, то есть нет исторического долга. Вот это, ты платишь, да, текущие платежи, они гасят долг 96, допустим, 2000, когда вообще не было отопления, а вот этот, тот долг перемещается сюда, и он у тебя появляется за последний месяц, два, три, за последний отопительный сезон. И вот благодаря этому человек не может доказать... Скажите, а вот эта реструктуризация долгов и плата не по текущим платежам, она где-то в законе прописана? Да, задайте бы вопрос. Здесь немножко, чуть-чуть неправильное представление у вас может создаться. Значит, существует Гражданский кодекс, по-моему, 270 там какая-то статья называется, вся эта глава называется «Исковая давность». Так вот, с 2002 года, когда был принят Гражданский кодекс, вот в действующем варианте, значит, роль суда активной стала пассивной. То есть теперь исковая давность применяется только по заявлению лица, в пользу которой текла исковая давность. Условно говоря, если на меня ImageFL поддает в суд 10 на 20 на любую сумму денег, и если там есть долги, вот как вы говорите, 2002, 2003, начиная какого-то года, я как потребитель должен написать заявление с просьбой суд применить исковую давность. И только по моему заявлению, причем я не должен это сделать в заседании, я должен это заранее подать через канцелярию, чтобы не выбросили, чтобы не потеряли, чтобы у меня вот этот экземпляр остался. И только вот этот документ дает суду юридические основания применить исковую давность. Мало того, значит, моих знакомых, ну, несколько человек, человек 5 или 6, выиграли исковую давность, и дальше начинается, ну, просто феерия. В том смысле, что эта сумма, которая проиграна уже ImageFL, она не убирается из квитанции. То есть, квитанция продолжает переходить вот с этой суммой. И вот сейчас только два человека подали уже запросы в ImageFL, попросили, сказали, нет, ребята, вы суд проиграли, будьте добры. Еще нет решения. То есть, ImageFL ответил какую-то ахинею, и люди подали в суд. То есть, уже с требованием обязать ImageFL убрать эту сумму из квитанции. Потому что... Суммите решение. Да, ImageFL подает на человека в суд. Частично выигрывает, частично проигрывает. И когда человек говорит, пожалуйста, вот эту сумму уберите, они говорят, а это не к нам, мы этим не занимаемся, извините. Вы подали в суд. То есть, получается, что суд установил, что у нас вот с ImageFL какие-то там правовые отношения. И при этом убрать приписки, которые установлены судом, то есть, по сути, ImageFL не исполняют решение суда. Мало того... Может, они выше суда? Ну, да, да. Сейчас, дадите мне слово. У нас... Да, я закончу. У нас очень многие, действительно, как бы выше суда, которые ничего не боятся, ничего не хотят менять. Значит, скажу более того, что у нас есть еще следующая практика. То есть, через какое-то время ImageFL, после того, как проиграл частично вот этот суд, они подают еще раз. И вы будете смеяться, но они подают опять на всю сумму. И если человек не напишет правильно, грамотное заявление, что, извините, этот вопрос уже рассматривался судом, и было вынесено решение, и вы вообще не имеете права этот вопрос поднимать, я знаю дело здесь в Чентру, это дело Бумбу, когда судья в первой инстанции сказал, ничего не знаю, и взыскал второй раз всю сумму. То есть, первый раз... Оплаченную? Первый раз заплоченную, да. Нет, нет, заплочено, потому что заплочено, они убирают искитанции. А вот весь долг, который был... Аннулирован, да. Аннулирован, да, предыдущим судом, вошел в новый иск, и только апелляционная палата уже вникла, разобралась, сказала, нет, ну это вы уже перегнули палку. И признали вот эту исковую давность. И есть еще несколько решений на чеканах прецедентных, когда жильцы первых этажей, у которых очень холодно, и которые написали по десятку и больше жалоб, выиграли полностью сумму. Это Оленицкий, я еще не помню, там есть еще несколько дел. О чем идет речь? Значит, когда нечищели, у них там АПЛП, подают в суд с требованием взыскать долг, люди приносят вот эти свои письма, что у нас холодно, что ничего не делается там в течение, там из года в год это все происходит. Вот в этом случае на чеканах несколько исков АПЛП были, ну, сняты с рассмотрения, не то, что сняты с рассмотрения, да, были сняты с рассмотрения в связи с этими обстоятельствами. Значит, раскрою один секрет, вот по поводу обращения в связи с тем, что холодно. Я в свое время оказалась тоже в такой же ситуации, у нас подача отопления идет снизу вверх. Естественно, 14 этаж, батареи холодные. Значит, разумеется, в течение всего этого периода времени я обращалась к нашему управляющему, у нас постоянно были скандалы, собрания по поводу того, что верхние этажи не обогреваются, а счета приходят колоссальные. Все, как бы, все делаем как положено, разумные люди, да, подают на меня исковое заявление в суд. Продолжение следует...